Сувенирная лавка Да, пускай это не тачки какого-то верхнего уровня, но танки здесь есть. Кроме того, ребят, если вы зайдете в описание к данному событию и посмотрите, за что можно было получать вот эти коллекционные предметы, то увидите, что опять-таки я был полностью прав и делился с вами той информацией, которая действительно соответствовала правде. Короче говоря, все полностью совпало, как я и говорил. Да, по некоторым коллекционным предметам описания не было, я не смог ими поделиться, но с теми, в частности, коллекционными предметами, про которые я знал, я говорил абсолютно точно и, как видите, все это совпадает. Плюс к тому, ребят, я сейчас провожу переговоры, точнее пытаюсь достать, выудить или, назовите это как хотите, информацию от разработчиков в отношении того, что будет на вот этом новогоднем стриме. Почему говорю так? Потому что новогодний стрим вот этот будет проходить на английском языке. При этом все, нам говорят о том, что можно поучаствовать в розыгрыше 100 снежных шаров и каждый, кто придет на трансляцию, соответственно, получит тоже еще какой-то подарочек. И огромное количество моих зрителей интересуются, что необходимо сделать на стриме, в какой конкретно момент, потому что многие из нас английским языком не владеют и навряд ли смогут нормально сориентироваться на данной прямой трансляции. Так вот, ребят, я пытаюсь сейчас получить информацию для того, чтобы поделиться ею с вами и рассказать вам, что необходимо на этой прямой трансляции сделать для того, чтобы попытаться получить снежный шар и получить гарантированно еще какой-то подарочек. Если вам эта информация интересна, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте палец на колокольчик для того, чтобы не пропустить мое видео, потому что как только я получу эту информацию, я ею сразу же поделюсь с вами. Ну что, ребят, давайте теперь разбираться с сувенирной лавкой. С сувенирной лавкой, в принципе, все очень просто. 10 дней будет длиться данное игровое событие, и каждый день за первую победу вы будете получать вот такой вот жетончик. Вы можете один раз открыть вот этот вот автомат игровой, точнее не так, не открыть, а один раз его крутнуть, да, что ли. И оттуда с какой-то вероятностью выпадут вам те или иные ценности. Вам выпадут одна из вот этих вот машинок с вероятностью 3% на каждую из них. Причем, если у вас эта машина есть в ангаре, то вы получите соответствующую компенсацию. Ну а если нет, то потом сможете продать машину за голду, что я лично считаю довольно-таки вкусняшкой. Особенно для тех ребят, которые не являются коллекционерами. Также здесь есть праздничное волшебство. Здесь есть малый талисман золота, который, если вы будете открывать эти, за жетончик, точнее играть в этот автомат будете каждый день, то суммарно вы получите 3 раза по 3 талисмана. Ну и еще один там у вас останется жетончик. Так вот, вот этот талисман, ребят, вы можете обменять на 100 голды. Таким образом, потенциально 300 голды спрятано в этом игровом автомате. Ну и плюс тому бустеры и х3 опыта. Короче говоря, вот такие вот вкусняшки лежат внутри самого игрового автомата сувенирного этого. Ну и соответственно, те ребята, которые себя хорошо вели в 2023 году, они получили вот такие вот коллекционные предметы. У меня они есть полностью все, поэтому сейчас вместе с вами я эти все сувенирные предметики солью, получаем коллекционные предметы и заодно получаем вот эти вот жетоны, за которые в принципе сейчас и в сам автомат сыграем. Итак, забираем коллекционный предмет медаль мастера и получаю 3 жетона. За палец вверх я тоже получаю 3 жетона. В принципе, за каждый из этих коллекционных предметов по 3 жетона начисляется и получаю коллекционный предмет палец вверх. Также делаем то же самое с сюрпризом во льду. Забираем за него тоже 3 жетончика. И меня еще интересует, на что можно обменять эти коллекционные предметы. Сейчас перейдем в хранилище, посмотрим то, что начислилось. Ну и соответственно сам автомат покрутим, потому что шансы выпадения машин, ну пускай не сильно большие, но они есть. И некоторых машин, которые здесь есть в этом сувенирном автомате, у меня в коллекции нет. В частности, у меня на основном аккаунте нет ПЗ-4G, простите, ПЗ-2G, Т-127 и Локост. Я считаю, что если мне хотя бы один из этих танчиков упадет, я буду уже доволен и счастлив, потому что люблю коллекционировать машины, которых очень мало в игре. И мне хотелось бы эту коллекцию постоянно пополнять. А это неплохая возможность, причем абсолютно бесплатная для меня. Плюс к тому планирую, понятное дело, играть каждый день. И я думаю, что каждый из нас может сделать по одному, ребят, бою победному. Ну и соответственно забрать себе довольно-таки неплохие вкусняшки из этого игрового автомата. Так, сертификаты. Смотрим сейчас в отношении коллекционных предметов. Простите, друзья, до сих пор подтормаживает у меня хранилище. Ничего с этим сделать не могу. Причем прикол в том, что на телефоне, на планшете, на ноутбуке все нормально работает, все хорошо. И только на стационарном компьютере, который превосходит по техническим характеристикам все вышеперечисленные устройства, в несколько раз, оно все равно за разом все тормозит. Итак, ребят, на что можно обменять палец вверх? 2500 единиц свободного опыта. 2500 здесь, 2500 здесь, 2500 здесь, 2500 здесь, здесь 2500, ну и здесь, я так понимаю, тоже. Короче говоря, здесь, ребят, потенциально раз, два, три, четыре, это уже 10 тысяч, и еще 5. Короче, 15 тысяч свободного опыта здесь изначально скрыто в этих коллекционных предметах. Захотите, оставите их себе на память, ну а если захотите, то обменяйте на свободку, и, глядишь, грамотно и с толком ее используете. Ну что, давайте теперь будем открывать автоматик. У нас есть целых 18 жетонов, я думаю, что хоть что-нибудь вкусненькое мы отсюда точно заберем. Ничего интересного, к сожалению, но первый блинкомом ничего страшного. Глядишь, если повезет, то все 18 у меня так не пролетят. Второй блинкомом. Вот так вот, вот так вот получаем первые 100 голды, потому что три раза покрутнули данный автомат сувенирный, ну и, соответственно, собрали три вот этих вот талисмана. Так, открываем дальше, опять нет машины, до талисмана еще один ход, и здесь у нас, получается, будет сейчас опять 100 голды, то вот 200, и забираем себе праздничное волшебство на анимированный камуфляжик, окей, хорошо, едем дальше. 200 голды на счету уже есть полученных с этого, ну и, как я уже сказал, в принципе, каждый из нас может получить минимум 300 золота, если он делает 9 побед за 9 дней, по одной победе каждый день. По-моему, задача не сильно сложная. Едем дальше. Еще 100 золота. Слушайте, ну машины не падают, это очень обидно, честно говоря. Мне все-таки хотелось бы, ну там, правда, процент выпадения крайне маленький, 3%, и, честно говоря, ну я бы, наверное, все-таки на месте разработчиков побольше, побольше сделал шанс. Все-таки коллекционные танчики нижнего уровня, да, их можно за голду продать, но это не сильно там как-то бы сказалось на экономике игры, если бы игроки смогли с большей вероятностью выбить себе эти танки. Хотя бы 5%. Т-15. Т-15 у меня был, а значит, я получаю компенсацию за него. Уже хорошо. 400 голды есть, ну и, соответственно, посмотрим потом, сколько конкретно за Т-15. Там, по-моему, 950 голды дается. Еще одно праздничное волшебство, и осталось у нас 4 жетона. Ну, блин, слушайте, ребят, серьезно, хочется забрать ту машину, которой нет. И это было бы гораздо интереснее, нежели просто набрать голды. Так, 2 жетона осталось, и что? Ну, дай еще один танчик. Опять Т-15. Ну, хорошо, двойная компенсация. Окей, 500 голды у меня есть, последний жетон используем. Как я понимаю, ничего интересного. 600 голды собрали с талисманов. Короче говоря, ребят, если вы собрали за год все вот эти вот коллекционные предметы вам подарили, и, точнее, за ваши достижения, за то, что вы себя хорошо вели, то в целом все окей, все нормально. Вы получите с этого минимум, минимум 600 голды, это уже хорошо. Плюс, может, машина какая-то упадет. У меня упало 2 раза. Я единственное, чего не понимаю, так это того, что вот этот коллекционный предмет за особые пропуска, да, то есть за вашу успешность в прохождении батл пассов, каких-то ежемесячных, у меня их было 2. Я смог использовать только один, и при этом второй мне просто деть некуда. То есть вот нет обмена. Почему так? Может, потом как-то завтра это все дело обновится? Не знаю. Бог его знает, завтра посмотрим. Ну, а что касается информации в отношении компенсации, которые я получил, то давайте будем смотреть. 950 золотом. Причем получил я эти 950 золотом целых 2 раза. И плюс к тому, я получил еще 600 голды. Так просто, итого 2500 золота я получил дополнительно в свою золотую копилку. Ничего не делая, просто обменяв предметы. Чего и вам желаю. Плюс к тому, 10 дней поиграю, по одному бою победному сделаю, и, соответственно, еще 10 раз прокручу, и еще 300 голды минимум положу себе в копилку. Я побежал снимать следующее видео, и надеюсь, оно будет в отношении вот этого вот события, а именно новогоднего вот этого стрима, с разъяснениями по поводу того, как же все-таки зарегистрироваться, поучаствовать и забрать причитающуюся награду в виде какого-то неизвестного никому подарка, ну и, возможно, получить снежный шар и стать одним из 100 победителей. Еще раз повторюсь, если вы хотите не пропустить выход этого видео, прямо сейчас подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Я побежал, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.